Работодатель забыл внести сведения в трудовую книжку, либо в социальном фонде нет информации о заработной плате за какой-то период трудовой деятельности. С такими сложностями могут столкнуться все, кто хочет получать страховую пенсию по старости. Поэтому гражданам стоит обращаться в отделение социального фонда России по Нижегородской области за 6-12 месяцев до наступления права на страховую пенсию. Или проверить свои пенсионные права онлайн. На сайте госуслуг есть такая услуга, как выписка из индивидуального лицевого счета. Больше того скажу, что с прошлого года социальный фонд России начал в проактивном режиме информировать граждан о том, в каком виде сейчас у него лицевой счет находится. И если обратили внимание, граждане женщины старше 40 лет, мужчины старше 45 лет в конце прошлого года получили в госуслугах вот это письмо от социального фонда России, где есть выписка с индивидуального лицевого счета, там можно посмотреть, все ли из трудовой деятельности учтено. Если вы обнаружили в выписке, что у вас есть неучтенные или некорректные периоды, то следует обратиться в отделение социального фонда также электронно, направить заявление о корректировке индивидуального лицевого счета через портал госуслуги и предоставить подтверждающие документы. В этом году продолжает действовать период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по возрасту. Переход к новым параметрам происходит постепенно. У нас, например, в 23-м году на страховую пенсию по старости никто не выходил, потому что этот период попал как раз на переходный. Соответственно, мы никого на пенсию не оформляли в этом году. С 24-го года у нас начнут выходить на пенсию мужчины 61-го года рождения и женщины 66-го. То есть вот мы понимаем, что к 28-го году мы достигнем вот этих целевых показателей 65 для мужчин и 60 для женщин. К основным условиям возникновения права на страховую пенсию по старости относятся достижения возраста 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин, наличие страхового стажа 15 лет, наличие минимальных пенсионных коэффициентов 30 баллов с учетом переходных положений. За каждый год трудовой деятельности у гражданина формируются пенсионные права в виде пенсионных коэффициентов. Пенсии считаются для всех индивидуально. Вообще страховая пенсия по старости формируется из двух составляющих. Одна фиксированная базовая, базовый размер пенсии на сегодняшний день составляет чуть более 7,5 тысяч рублей. То есть это обязательно для всех базовая составляющая. А вторая часть рассчитывается индивидуально. И она завязана на так называемые индивидуальные пенсионные коэффициенты. Вот эти индивидуальные пенсионные коэффициенты формируются из тех отчислений, которые производит работа дателек, когда человек работает. Средний размер пенсии в Нижегородской области составляет 20,5 тысяч рублей. Сейчас пенсию по старости получают порядка 900 тысяч нижегородцев. Из них около 200 тысяч продолжают работать, даже находясь на заслуженном отдыхе. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...